Спаси Господи, помилуй, рабы, милующих, питающих нас, спаси и помилуй всех страждущих, болячих, темницы синячих, нищих, сирот, вдов, священства, всех христиан православных. И избавь их от всяких скорби, гнева и нужды, от всяких болезней душевной и телесной, и полезной душам нашим сотворений. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Господи, наше занятие, даруй нам мудрости, познать истинную Слово Твоего в толковании святых отцов наших. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Раменин. Ну что, того же, предыдущие. Предыдущие, ты. Хорошо. Ты семинарист. О, там 5-3. Спасибо, Христианство. Давайте начнем, может, же. Мы на третьем стихе почитали? Нет. Почему начали? Нет. Начнем с первого стиха, чтобы было в контексте. А лучше с первого. Четвертая глава. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять егу рабства. Вот, я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Это мы разобрали. А теперь третий стих. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Толкование. Чтобы не подумали, что по вражде говорится это, он прибавляет. Не вам только высказываю это, но и всякому, обрезывающемуся, что великую тяжесть вы налагаете на себя. Постановления закона тесно связаны между собой. И если ты признаешь малую частичку закона и подчиняешь себя этому игу, то подчиняешь себя господству всего закона. Ибо обрезание требует жертвы и приурочено к известному дню. А жертва требует места, способа ее приношения и очищений. Нечистый ведь не может приносить жертвы. Очищение опять требует исполнения других законов и писаний. Видишь, как отвергающий Христа не только не получает пользы от него, но и подвергает себя бесчисленным тягостям. Если закон господин, так исполняй все, а если нет, то не принимай и частички из него. Здесь уже повторяется мысль, которую апостол Павел ранее говорит. О том, что если ты исполняешь закон, то должен исполнять его весь. А если не исполняешь, то он предлагает его и не исполнять, потому что вера идет не через закон. Вернее, благословение получаем мы не через закон, а по вере во Христа Иисуса, как наследники. Время никогда не тратит. Начинает вперед и вперед двигаетесь. Представь, 24 человека сидят, а ты в это время листаешь. Ну вот Тимофей, это кто обрезал ему? Павел обрезал. Ну вот обрезания-то нет никакой пользы. Обрезать без Христа остались, а сам берет нож и режет. А причина какая? Вот надо объяснить, почему так делал. А причина была простая, для благорестования. Чтобы его приняли. Хорошо, ты, Тимофеев было сколько, не 5 лет жив? Нет. Нет. Ну, ты-то немного старше Тимофеева-то. Ну тебе сказали бы евреи, тебя приемут сегодня, ты обрежешься? Ну, надо сказать. Ну, ты, понимаешь, ошибись, Слово Божие. Если бы я был в той обстановке с апостолом Павлом, обрезался. Если бы я был в той обстановке с апостолом Павлом, это надо было для благовестия, надо было сделать. Так обстановка куда пойдет, если человек осеменился, около ребятишек дома сидит и все. Протопопа Вахмур связали мы меня по рукам и ногам. А что Монастасия Марковна говорит? Ты на нас не смотри, иди посекай ересь, растущую посреди поля. У него детей-то было не столько, куча. У Тимофея не было детей, как? Ну, вопрос стоит. До всех сделался всем. Ну, надо ли обрезать? Сейчас призываю к тебе. Просто Бог призывает. Ты лег спать, проснулся, жена, ничего не могу сделать. Я чувствую, меня Бог призывает к евреям или к мусульманам. Скажи, ты его отпустишь или нет? Ну, давай. Ну, в Священное Писание заговорить должно с нами конкретно. Это Павел сделал. А я? Если этого нет, зачем тебе это знание-то? Зачем ты книгу зря держишь в руках-то? Она должна заговорить. Слово Божье живо и действенно. Действенно. Живо, то есть оно не умерло, достигло 5000 лет и действенно. Оно начинает уже творять температуру, меняет давление, поднимает огнем, загорелся. Обратитесь так к Святой Библии, и ты увидишь, что Библия-то у нас мертвая лежит. Если ты по ней-то не живешь. Маленько какой-то уровень придерживаемся, так как во всем мире. А вопрос конкретно к тебе? Нет. Обрезать я не буду. Тебе уже привычно это дело, выезжать и проще. Примешь обрезание или нет, когда прямо почувствуешь, что Бог тебя призвал? Приму. Обрезать к евреям и к мусульманам? Приму. А? Приму. Вот уже один нашелся героя. Михаил. Так, Никита. Не знаю, рановато. Никита второй. Не, не знаю. И главное, Никита Андреевич и тот Никита Андреевич. Вот еще. Так, Михаил Петрович, готов на обрезание? Теперь осталось батюшку нашего спросить, готов или нет. Так, Анатолий, готов или нет? Володю не спросили. Батюшка, он там сидит. Володя не спросил. Ну ладно. Значит, видите, как слово-то заговорило-то. И это, что сказал не готов, ты себя оценил правильно. Но на этом-то нельзя останавливаться. Вчера не готов, сегодня. А Господь-то сказал однажды, говорит. А я дважды слышал, Давид говорит. Бог сказал однажды, а у нас Бог дважды сказал, ни разу не слышал. А однажды и слышал как? Я понял. Теперь дошло до души. Я понял, понял. Это второе услышание. Это ко мне касается. Вот когда начинаешь говорить что-то, прямо, ну сразу, да вот ты там похвалил. Я говорю, Сергия Строгородская, я прочитал митрополита, когда он сказал, в особые тяжкие времена будут выставлять людей, которые не обречены никакой властью, но именно движимые предприимчивостью, вдохновленные Богом. Они пойдут, начнут пробуждение. Я прочитал, понял. Это обо мне. А я еще не готов. Внутренний голос сказал. Это о тебе. Его нет, он для тебя как потомкам послал послание, оно мне ударило и высекло из круга. Я понял, должно загореться вокруг. А уж дальше Бог рассудит. Ничего не я, ты двинься только. Дальше. Соблюдать весь закон или нисколько? И все соглашаются, все нисколько. А если соблюдаешь что-то, то соблюдай весь закон. Но это против нас же православных опять же. Батюшка роженицу останавливает там в дверях, и она теперь выслушивает молитвы. Так или не так? Так. Ну а дальше-то она, пока роженица была, села на скамейку, то говорится, а я не знал, сел и я скверненный. Почему дальше-то не идет-то? Мы как раз и есть, что вырвали, что нам есть. Бороду не трогают, а там написано, и среди головы кругом один стих. А это даже внимания не берем. Мы считаем это дело, и к себе-то его не применяем. Потому что все против нас идет. Ну а вот половина исполняете. Но если слышат, как здесь толкование, не надо ни бороды, не надо этой молитвы, ничего не надо. А почему? Церковь решила. У церкви новозаветней особый дух был. Они сказали, вот это, это подходит, это будет. Как они решали, не знаю, нигде я не нашел. Я понял, это вдохновение Духа Святого. А вот это, вот это нас не касается. Вот это прикосновение к мертвому нельзя. И люди стали пищу соблюдать. Павел пишет Тимофею. Всякое творение Божие хорошо. Всякое. Лягушка, змея, ешь. Ничто не предуседительно. Если принимается с молитвой. Я спрашиваю старобрядцев. Скажите, вы змею будете есть? Вот в Китай попали, он змею, значит, сразу голову отрубил ее, в кружке сварил, а там белое мясо куриное, она такая вкусная. Он шкурку содрал. Да ты что, в умею или нет? Ну я христианин. Да какой ты христианин? Он показывает два пальца у меня, смотри. Ну, что тебе непонятно? Я христианин. Соробрядец думает, что же дальше-то сказать? Он говорит, я пишу и с одной. Я говорю, аллилуйя, аллилуйя, дважды, не трижды. Что я не христианин? Но я делаю так, как Господь заповедовал. Какие там эти червя такие толстые, белые? Ты мы их не... Он сидит, ест и течет у него здесь, малой человек. Не знаю. Ну что знать-то? Всякое творение боже хорошее. Я старый брятство спрашивает, почему вы не едите кролика? А почему, ладно, у него неразвоеная копыта. А голуби почему не едите? Голубь самая чистая избранная птица. Из тысячи разных названий. Пазанов, куриц, гусей, уток, рябчиков, глухарей. Голубь диетическая, исключительно полезная пища. Это самое дорогое, что есть. Я не буду, а почему? Что я спрашиваю? Я со старым брятством говорю. А у нас это не принято. Ну разве это доказательство? Ну ты другого-то ешь. Осуждаешь. Я не осуждаю, но я знаю, что нельзя есть. Да ты этим самым осудил. Тот ест, а ты не ешь. Я говорю, а почему ты чушку-то кушаешь-то? Вкусно, потому что там с чесноком сделано. Ну свиньи-то, жвачки-то нету. Ну а как же? А Христос-то выпил. Чего выпил? Ну а желчи? Свиной желчи. Да ты в умею или нет? Когда это смертью написано. Смертью. Левит, 11 глава. Ну а на кресте был, когда ему желчи подали. Ну еще свиная была желчи. А откуда ты узнал? Ну у нас написано, у Ника на Черной горы. Вот еще какая гора есть. Я говорю, и что ты узнал там? Ну а другая еще тоже. Тоже поддерживает. А сама считает молитвой. Что-то зуб болит, нужно сказать. На Калиновом мосту свистул, свинцу ловишь. Раскосись, подавись там. Ну. Да это все про нас же говорится-то. Вот конкретно. Мы выдергиваем что-то. Да? Поэтому то, что сейчас прочитали, на нас не работает. Или принимайте все, или ничего. Значит, буквально не надо это понимать. Когда говоришь, что я частично, что церковь приняла Христово. Установила. Соборами. У нас пища у христиан любая. Китай съест, я ему ничего не скажу. Но я просто, мне неприятно будет. Я не приучен. Но не больше того. Вот надо везде посмотреть критически. Я вхожу в эти стихи или нет. А не просто барабанник. Через минуту забыл. А когда я спрашиваю, готов принять обрезание. И ты понял, как непросто Павлу далось это решение. Как непросто далось это Тимофею. Такой же был человек. Должен был пройти операционный путь и пойти к евреям. Ну и ладно. Откуда они знают, что каждый день к евреям пошел и ширинку расстегивать, показывать. Как узнаешь? Что ты еще можешь? Борода нахрен. А это там внизу, штанах. Как показать-то ему? Как доказать, что я обрезан-то? Или он должен был принести свидетельство, нотариусам заверенное и показать. У меня короче. Ну что-то надо было. Ну как дальше рассуждать? Картину-то раскроете. В чем это было видно? Видимо, где-то пришлось показывать. И это засвидетельствовали их. Иудеи. И они все это видели. Да, это брат обрезанный. Я говорю, к мусульманам Бог посылает тебя. И ты не хочешь. Два миллиарда от тебя отстают. Я к себе обращаю. А ты бы сейчас принял обрезание? Нет, конечно. Потому что они меня с обрезанием, без обрезания все равно убьют. Им разницы никакой нет. Им главное отрезать не внизу, а вверху голову. Но Павел знал, что откроется дверь для проповеди, для благовестия евреям. Они держались за эту писью. И вот и все. Прошел дальше. Вы подняли вопрос. Но об этом позже можно было сказать. Это 5 глава, 17 стих. Но вы сразу сказали о канонах, о церкви, об уставах церкви. И связали это с законом. А вот как раз написано. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. А в толковании написано то же, что и в другом месте сказал. Закон положен не для праведника. Кажется так же, что говорит и в похвалу закона. Так как он заменял собой духа. Исполняя по своей силе обязанность руководителя до определенного времени. Как известно, многократно говорилось, что в церковь вошло обмерщение. Люди потеряли духовную связь с Богом. И каноны начали появляться не сразу, а первый с собой был в 325 году. Не являются ли они как бы заменителем закона Морисеева. Для церкви тоже, в рамках церкви. То есть люди... Тебе приходилось так слышать? Я не перебил тебя? Нет. Вот что-то ты говоришь человеку, а он говорит. Ты интересно считаешь, что-то я это знал. Я говорю, а у тебя книга была? Не было книги. Но я чувствовал, что так. Были такие люди? Были. Откуда они, эти люди? Он говорит, я никогда это не считал, но я знал, что у нас идет это неправильно. Теперь я понял. Ну неужели мы не догадаемся, что совесть, как Златоуз говорит, первичнее Евангелие. Когда не было ни одной книги бытия, в это время уже передавали друг другу закон, как Бог. Вот я, допустим, с тобой живу рядом. Ну мы с тобой договорились, все по-хорошему. Ну обоих обувь прорвалась. Я договорился с сапожником. Беру свои сапоги и твои. А ты видишь, мои сапоги не мытые совершенно-то. Я пошел, сдал, вернулся, никакой он уже нет, а сапожник знакомый. Его жрак к нам приходит сюда. Ладно. Ладно это будет или нет? А ты говоришь на меня, а ты сапоги-то хоть вымыл, нет, как из болота были? Я говорю, нет. Да как же ты мог-то? Он сейчас подчинять-то будет на коленях. И он сразу подумает, вот свинья какая. Я его бесплатно делаю, он верующий брат. И принес так. Меня сразу интересует. Ты подумал или нет, что у меня в душе? Как я мог дойти до этого и не видеть, что другому делаю грязь? Мы должны на это смотреть или нет? Я теперь допрашиваю, или ты меня допрашиваешь и скажешь, ну ты сам-то давал сапоги грязные, ты чувствовал что-то не то? Нет. Вот отсюда начни. Начни за чистоту бороться, которая вокруг тебя. А не то, что там у тебя какие-то антуражи, трильяжи. Чистота самая простая. И она необходима, в пределах разумного, конечно. А где? Совесть. Где бы что ты ни сделал, а совесть все равно подскажет, что-то не так. Он где-то бреднул. А я прямой, открытый, я все говорю. А что ты говоришь? Посмотрели? А он говорит непотребное. Он хам. Он грубит, он не смотрит ни на воздух. Во внуки годится, стоит. Кому ты хамишь? Она тебе правильно сказала. Ты без билета едешь-то. И проще это. А дальше вопрос уже идет. Хотим ли мы, чтобы люди по совести жили? Вмешиваемся или нет? В милиции табло. Не проходите мимо. Касается меня или нет? Сколько мы встречаемся, где нас Бог побуждает как-то? Я вспоминаю, ехал я, ну из армии когда коснулся, или в отпуск ехал я. Я, помню, маленько выпил, ну все это в норме, чуть-чуть. И в это время в основной купе оказались старик со старушкой-то. И они сидят и по-немецки разговаривают. Но тут уж я подпарился. Они достают книгу, я им читаю готическим шрифтом, а они меня. Прямо готовы расслабить. Представьте, в советское время, третий человек, на своем немце, и пою вместе с ними так. Когда я вышел оттуда, как мне стыдно было. Свинья. В таком виде я посмел книгу, брат, тогда, не знаю, что Библия, если я еще в руках не держал. Но совесть меня до того осудила, я не знал, куда делаться в вагоне. В коридоре стоял и протрезвился. Они, может, и не заметили ничего, подумали, что я такой навеселее парень. А тут самая настоящая свинья стояла. А они такие оба щупенькие. И видно, что очень кроткие, ну, какие, знаешь, как говорят, божьи одуванщики. И я сидел с ними на пыженый павлин там, хвост распустил. Срам один. И когда вот такое все вспомнишь, как голова крутится, что я делал? И там, иди. Да, Господи, да в ведении, не в ведении, в уме, в помышлении. В воде и в ночи, прости, владыка. Подращешь, когда все вспоминаешь, сколько нарушений было. У тебя служу на Камчатке. Ведь научился? Хитрый человек-то. У нас сопка была за сопкой, там подальше Ложбиной, тогда выходила на океан. И я бегал один, купаться туда в армию был. Как свободно я туда, один через сопки, один. А там японцы были, часто плен брали и прочее. Как я мог туда идти? Даже нужды не было. Я сильный, я могу. Я вот сбегал, искупался, обратно еду. В другом месте перевезли, часть другой. Я сразу начал рыскать по местам, где можно рыбу половить. Нашел, рыба идет на нерест. Нашел острову. Зацепил, помню, рыбу, примерно вот такую вот. Я ее вытащил, помню, каким-то крючком. И капитану, который надо мной, я привез. Они говорят, она уже от нерестилась, у нее мясо нехорошее. Мне обидно было. А теперь, когда вспомнил, что это все нарушения, нарушения делал. И они такие были нигде, не отобразились. Они только здесь. Надо тебе, это была рыба, уходил. Когда нужно было время для сна на вахту идти, я иногда посплю, иногда время есть, я бегом туда. Но это недалеко, кем он торгит туда, до солдата вообще ничего не за счет. И вот когда совесть начинает судить, я один. Тех людей уже нету нигде. Ой-ой-ой. Сколько всего этого понаделало, где совесть судила, а я не слышал. Прости, Господи. Вот когда считаем это все, это надо через призму совести пропустить. И отстоять свободу по совести. В совести жить. Отошел. Ну, у кого есть какие, братья, сестры, вопросы? Игорь, рассуждение, скажи. Нет мысли. Ну, у меня была мысль, но Игнатийович столько говорил, что все ушло. Так, еще я хотел маленькое замечание сделать. Я уже не раз говорил. Вы меня нигде не поминайте. Не поминайте. Я понимаю, что это ваша любовь. Я сколько в университетах, по радио, везде говорил, друзьям. Ну, не ссылайтесь на меня. А скажите, что из слова Божия. Или забыл, ну, тогда уже можно, потому что через меня-то услышал. Ну, запоминайте, что я сказал. Игнать Ихнич сказал, Игнать Ихнич сказал. Я-то сказать-то сказал, но я не к себе же привязываю. А ты, меня нету, у тебя и сказанного нету. А ты, скажи, что из этого места, откуда, запоминайте это. Вот у меня не было, чтобы я ссылался на святых, на живых людей, которые, я все равно запоминал, что в Библии, какой канон, это развивает память, и при том, это долговечнее намного. Я сегодня такой, завтра ко мне-то разочаровался. Он меня очаровал, теперь разочаровал. Гуру зазомбировал меня. Все дальше-то понятно уже, что идет-то. А ты не очаровывайся. Да, я сказал, но я сказался с подтверждением на Слово Божие. И вот меня не поминайте, забудьте про меня. Мне нужна просто молительная помощь и тишина. Я вас благодарю, что вы так привязанно, сказать, с уважением относитесь ко мне, но не во мне дело-то. А меня упрекают. Тут у вас сидят там вот такие, которые вас поминают, а вы даже слова им не скажете, вам нравится, вы плывете в этом. Не нравится, я не плыву. Но я думаю, говорит человеку, и не прерывай его. Тут хоть как, расподыскивается, они еще на что-то скажут где-то. Не надо это. Человеку высказывать любовь свою. Сколько он получил. Святые никогда не боялись назвать. Я был там-то, через такого-то получил. Мы послания Тимофея не знаем, какие послания. Церковь не сохранила. А Павел вспоминает, он был мне тем-то, тем-то в послании к криминам, последние 16 глава, как он, с какой любовью вспоминает. И Родиона, и кто первый обратился, и я через него, и родственник мой какой-то. За этим-то еще сколько всего. Это надо, это необходимо. Но, я прошу, меня не надо поминать. Я хотел сказать, что это бывает, потому что еще, у нас же это семья большая, Игорь Ильич. Вспомните, сколько занятий шли. Только вот, я с женой со своей, мы проходили 4-5 курс, 3 курса по 5 лет. И еще захватили 2 года. Постоянно ходили, не пропуская занятий. Ну, она, может, когда-то пропускала. Я-то уж точно не пропускал, ходил. Все время. И поэтому, то, что вы сказали, это правильно. Именно через вас, вот что-то услышали, именно через вас. А где сказано уже, как бы и сами не знаем. Вот в чем дело. Поэтому только, если я где-то говорю, допустим, ваше имя, только в связи с тем, что вы это сказали. А так-то, конечно, надо знать Слово Божие, Священное Писание. И говорить вместо Писания, или Жития Святых. Спасибо, Христос. Галя. Еще такой момент, когда упоминают ваше имя. Это авторитет. Поскольку иногда в разговоре с людьми, и говоришь и по Слову Божию, и говоришь, что-то в книгах вы прочитали, написано. Но когда Гришин Гнадий Тихонович сказал, все. Все, разговор закончен. Авторитет вот такой большой у вас. Ну, имеется он. Поэтому, как бы, совершенно не говорить, что вы это сказали, ну, невозможно. Ну, Игнатихович уже порекомендовал не ссылаться. На этом надо остановиться. Игнатихович, вы сейчас сказали о совести. Совести в жизни христианина. Совесть неотъемлемо связана с верой во Христа. С верой, именно о которой апостол Павел говорит в послании к римлянам. О которой апостол Павел говорит в послании к галатам. Но, если эта вера начинает слабеть у человека, и он уже не видит вот этого остроты греха, то можно ли, вот у меня вопрос просто, можно ли провести параллель между каноническим правом, канонами, и той функцией, которую выполнял закон Моисеев для евреев? Параллель, вот хотя бы просто параллель. Вот тут написано, 3 глава, 2, 3 стих, что до пришествия веры мы заключены были под стражу и закона, до того времени, как надлежало открыться вере. То есть закон, говорит, доставлял большую безопасность тем, которые находились под его охраной. То есть закон был охранник, служба безопасности против греха. А представим, что это уже сегодняшнее время, там или 100-200 лет назад, или в будущем. Люди, считая себя верующими, ну не имеют той веры, которую имели апостолы. А каноны все равно должны нас как-то удерживать. Каноны нас не дают распасться церкви, потому что, ну есть у тебя вера, нет веры, нельзя, и все, вот написано в каноне. Является ли той же самой охраной каноническое право, как и закон Моисеев выполнял для евреев? Вопрос я закончил. Я прочитал предисловие книги правил. Там говорится так. Так, Евангелие это путь в Царство Небесное. А каноны, правила какие, это вехи на пути в Царство Небесное на пути. Вот дорогу занесло, пурга идет, и наши едут, нарубят полную телегу, едут через каждые 20 метров, ставят вешку. А ее, видать, даже в буран, чтобы не сбиться. Это вехи для нас, совершенно правильно. Но надо, чтобы это внутри тебя было и радостное, совмещалось не против Евангелия. Даже каноны, самые хорошие, ты все время проходишь через призву Святой Библии. Почему? Да как Серафим Царовский говорит, когда был я, говорит, не в Духе Святом, я ошибался. И святые отцы ошибались, и они этого не скрывали. Не надо надувать лишний авторитет. Вот так. А ошибались очень круто. Представь себе, Ян Златоуз, Прокол, его секретарь, тоже святой, он его решил, когда на земле еще был, патриархом избрали, найти, где Христос. И нигде, в видении показанных, Христос этот, Златоуста, нигде нет. И он опечалился, а ему сказали, не опечалиться, он не здесь. Как, не в царстве? Нет, говорит. А где он? Прямо перед престолом царя Всевышнего. Понимаете как? А тут, а тут Кирилл Александрийский, тоже святой, канонизированный. Он его в диптихе, то есть поминальники даже не записывает. Почему? Потому что его дядя Феопил Александрийский, патриарх, он Златоуста гнал и угробил, а он племянник, он за него. Ну тоже святой, причем тут дядя, дядя, который убил одновременно 10 тысяч монахов. Убил, воинов нанял, пьяных братьев долгих искал. И он никак. Ну а теперь, ну что делать? Надо примирить. Ну Божья Матерь явилась во сне, и Кириллу этому Александрийскому сказала. Иди проверяй. Являлась она или не являлась, говорила, не говорила. Ну это все белыми нитками, говорит, ошито. Главное это одно, вот эта наша привязанность к человеку лишает здравого смысла, предвзятость. Лишает здравого мышления, а злоба, она вообще отнимает разум. Вот обозлился на меня человек, он ничего не может сделать, глаза кровью лезет и все, зачем ты это делаешь? Играет, играет, но рано или поздно-то напорится на рога, как показывает корида, где вода тоже. А потом как, он подцепил его рогами, да кверху, да вот сюда вот, рогом сюда, ну и все только, труп. И он пошел, вот такие вот преграды, и бых как прыгнул туда, и там трибуны. Кто куда, кто в воду, да игрались наконец-то. И вот так играет с грехом. Я скажу одно, помните беда, которая грядет на весь мир. И тогда всякие мелочи, подсматривание за кем-то, так далекое будет, ты один будешь сидеть и вот так думать, господи, да что же я делал-то, к чему привязывался? Почему за своим бревном-то не смотрел? Да там уже лесопилка целая в глазах-то, застила. Ну посмотри маленько, страна горит уже с запада и с юга. Если повернется с востока, у нас полстраны сразу не будет. Татария сейчас поднимается, страна перерублена пополам будет в один день. Вы маленько гляньте, что вы делаете-то? Оцени, что у тебя есть. Такая неслыханная свобода. Оперились, а друг друга начали клевать. Богу это не угодно. Храм, храм, храм. Все будет разрушено. Камня на камне не остается, вот это возьмите для себя. Оцени, что есть храм открытый, что батюшка есть. И утишься этим. Начни трудиться, работать. Я что говорю, ну ты, верующий, зачем же ты делаешь-то? Куда-то где-то смотреть. Вот есть в Писании, просчитали, он правильные вопросы задал. Да, для нас это охрана. Ну и узнаю эту охрану стену-то. Это как хорошо знать закон. Священники раньше 30 лет не должно быть. Вот я стал думать об этом. Церковь-то сплошь и рядом. Это больше 90% рукоположен неправильно. И у старообрядцев, и у них они ян, и у католиков. Это не я говорю, нам говорит и Писание об этом. Почему? Ибо и Христос вышел на проповедь не раньше 30 лет. Вот любое таинство можно повторить. Ты сделал не так, ошибся. Можно повторить. Можно повторить. Потому что неправильно было. Это священник оказался не тот, и вместо вина налил квасу. Ну или ошибся, не покаялся. Ну через неделю там еще можно причаститься. Ну, человека нельзя развенчивать, пока жена не умрет. Но он умер, может еще раз пойти под венец. Ну, не венец, а в бракосочетании. Ему же венец не положено, там девства никакого нет. За девство дается венец, а у нас сегодня этого нет. Дальше. Ну, какие перечислять там? Покаялся, исповедь. Но одно таинство не повторяется. Даже крещение, и то можно там неправильно сделано, и можно выправить. Рукоположение не повторяется. Это единственное таинство, которое не поддается. И священник все таинства может делать, кроме одного, как полагать. И к нему с таким небрежением. Почему папе Льву и сказал апостол Петр, всякий грех проститься, кроме одного, кого он рукоположил. Каких поваров, Златоуз говорит, на рукополагали? Каких разбойников? И мне сейчас пишут, это говорят сейчас, которых рукополагают. Вот сейчас это. Это уже лет через пять откликнется с смертельно опасным положением церкви. Это пишет миссионер с хорошим сроком работы. Возьми это все для себя и утишься. Займись своей душой. У тебя неверующих родственников нету? Да тебе с колен не надо вставать. А тебе не надо, так как собаки гонщие гонят по кругу. Ну, серьезно, тряхни тебя. И все, и ста закрытое больше. Мне некогда смотреть за кем-то. Вот сейчас только пришел, интернет скидывает. Оказалось, жена, женился, все по-хорошему. Там девственница. Женился, сразу увидел, что она не девственница. Что мне теперь делать с ней? Привезти к дому отца и убить. Убить возле дома отца. Но у нас-то нет этого правила. У мусульман никуда не везти. Сразу зарезал ее и все. А мы христиане. Что я ему должен ответить? Сидит, прилично, с бородой такой. Ну, вот теперь и решай. Я должен ответить. Я отвечаю, смотри сам тебе жить. Ты имеешь право простить, а дальше смотри. Но развенчивать и с такой священник не будет. Потому что это было в период, она брак не нарушила. Она там была. То есть почему я узнал-то все ее болезни-то? А когда женился, тогда она в Вене Ильичи сказала, зачем ты женился на ней? Справки представь. Вот в Америке сразу, как готовятся, сразу заключают договор в случае развода, в случае одного-двух детей, кому что принадлежит полная опись. У нас ничего нет. Самая скоропалительная страна такая. У нас здесь где-то есть, я слышал, я сейчас не знаю где. Комитет бабушек. Директором избран 25-летняя. Ну, догадайтесь, во сколько она их наживала. 25 лет она бабушка. Председатель бабушек. Ничего себе. Все, считай. Ну, я хотел тоже о законе сказать. Жития святых там рассказывают о Якове, браке Господне. И его назвали сами иудеи праведником, потому что считается, вообще там написано так, в Житиях святых, что он исполнил закон весь. Когда Господь пришел и начал проповедовать Царство Небесное, и это так подействовало на брата его, вот этого Якова, что он начал еще больше подвязаться. И, говорит, у него кожа на коленях была, как у верблюда, говорит. Вот так вот постоянно земные поклоны делал. И его выбрали первым епископом поставили. Первым епископом Иерусалима. И евреи, он среди евреев таким авторитетом пользовался. У него совета спрашивали, фарисеи, книжники всегда. Ну, то есть без него не обходилось никакие завещания. И они решили его попросить, чтобы на очередной Пасхе он зашел на крыло храма и сказал об Иисусе Христе слова правды, что это лже-мессия. Ну, правда, там не сказано, как он отреагировал на их этот вопрос. Но так и случилось, как только настал праздник Пасхи. Взошли книжники-фарисеи, там сколько, не знаю, не говорится об этом. И он тоже зашел и сказал правду истину об Иисусе Христе, что это Сын Божий, Мессия, которого неправильно распяли. Ну, они его сбросили с храма. И вот теперь я хотел к этому закону подвести. Вот эти лже-учителя, которые приходят, что они хотели? Они хотели вести закон. Тут об этом все время и говорится. А закон для чего хотели вести? Потому что они думали, что в этом спасение. И эти книжники думали, что в этом спасение. Поэтому хотели, чтобы как можно больше народа отвратить от Христа. Ну, то же самое, как бы для нас, христиан, это лже-учителя, лже-апостолы, лже и так далее. Все это лже. Но, вот Яков, брат Господень, он исполняет закон. И он показал, что даже при исполнении закона всего, ветхозаветный закон, и при этом он был христианином, он начал благовествовать о Христе и претерпел страдания. Что нужно было галатам? Галатам нужно было не сидеть на дрожжах своих, как Мааф, говорит Слово Божие, и перекис, а нужно было трудиться. Как сегодня проповедь была, и там говорится, нужно не только любовью Христос показывать, но и делом самим. А у нас как? Вот у нас Игнатий Тихонович один потрудился, собрал нас, но это его труд, он продолжается. Его труд, он не сидит, как Мааф. Он с каждым работает, работает, работает. А вышел потом дальше еще интернет, и все, и началась закваска других людей. Он уже вообще показал, как он трудится. А мы-то, многие сидят, как Мааф, на дрожжах своих, и перекисли. И вот так же и галаты тоже. Они думали, вот апостол все заквасил, мы тут сели, а все, мы обратились, теперь что, ничего нам не надо? А пришли тут же, нам все это место пусто не бывает, пришли учителя, у которых язык подвешенный. Спаси Христос, брат, мы спалятно. Не сидеть, как Мааф на своих дрожжах, чтобы не перекиснуть. Пятая глава, четвертый стих. То есть, кто что-то не успел сказать, и поднял руку, и я его остановил, это означает, что он на следующем стихе может это все продолжить, свою мысль. Понятно. То есть, не беспокойтесь, что кому-то прервали. Брат, понял. Пятая глава, четвертый стих. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Толкование. То есть, вы не имеете никакого общения со Христом. Вы, которые думаете получить оправдание в законе, лишились благодати, поистине оправдывающей. Великое несчастье, когда ты не получишь того, что обещает закон, и лишишься того, что дает благодать. Вот все вопросы, кто что не договорил, пожалуйста, мне пора говорить. А я на сегодняшний день перенесу. Вот смотрите, речь идет о свободе. Свобода во Христе Иисусе. Сегодня вот что у нас получается. Нам говорят. А вы о мощах, о монашестве говорите? Не так остро, не так мощах сильно, чтобы это... А вы сглаживаете углы. И мы вас примем. То есть, они нам предлагают, как бы, свое, чтобы это благоествование у нас, это здесь, чтобы мы их приняли вот таким образом, не говорили остро об этом. То есть, они примут нас, если мы будем говорить вот так вот, о монашестве, что монашество не вредило, о хорошем о монашестве, обходить углы. То есть, мы примем их благословение себе. И будем говорить по-ихнему, так значит. То есть, как бы, нас это обрежут, и мы, по сути дела, потеряем свободу. Изнатий Ильич, есть что? Дополнить. Так, вопрос. То есть, апостол Павел идет уже серьезное обвинение. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Уникальная фраза. Полностью говорит о богоотступничестве. Справедливо, что человек хочет исполнять, он же ничего такого не делает, он и не идет куда-то на дискотеку, он просто хочет исполнять закон Божий. Но он уже устарел. Но он, ну, был такой закон. А мы теперь веруем во Христа, но мы хотим как-то зацепиться еще и за прошлые традиции, за отеческое предание. Почему так строго? Справедливо? Или как? Можно так сказать? Полностью это богоотступничество, возвращение к старым отеческим преданиям. Почему так? Почему апостол Павел так круто поставил вопрос? Ответ. Кто может сказать? Почему именно так круто? Ведь они не идут куда-то во грех, не в изычество. Они просто коснулись закона и уже вот такое четкое, крутое определение. Вы отпали от благодати. Остались без Христа полностью, говорим. Ну, потому что уже до этого он говорил. Он же не первый раз пришел к ним и только говорит к людям, которые еще ничего не слышали. В начале первая глава послания к Коринфянам, там об этом говорится. Что это не другое какое-то благовестование. Вы, говорит, отпали от благовестования Христова совсем. От благодати, от благовестования не принимаете Христова, которое я вам проповедовал. То ли забыли, то ли вам неинтересно его исполнять. Вопрос задан. Отвечайте. Говорит он им. Только к Галатам. Это говорит Коринфянам. Галатам. Галатам, да. Нина, что я хотела сказать? Нет? Дело-то в общем, что у нас слово Христос ассоциируется с тем, что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас с иконой. Ну, человек что-то исполняет. Вот Христосик, Иисусик тоже нашелся-то. У нас Христос, ну, я не знаю, как по-другому сказать. Он нисколько не больше, больше матери. Понятие у людей такое. Я, например, за встречи с Авангелем я считал, что Божья Матерь выше Христа. Она мать, я ее посчитаю, а он сын. То есть я не против ничего, но две свечки каждый раз покупаю в церкви Божьей Матери и Христу. А виноваты во всем, что распяли евреи. И если я встречусь, я им покажу. Ну, царь-то, авгарь-то, который этим образом-то исцелился-то, полотенцем-то. Он, когда узнал, что Христа распяли, так он стал готовить царь. Готовить войну, пойти против евреев, понаказать за распятие Христа. Патриот какой был, ревностный. Так вот, благовестие, он говорит, отпали от благодати, все заключается в спасении. Я грубо скажу, в даровом спасении, даром. На это говорят мусульмане, сильно просто у вас, как грешил, грешил, я верю. И верю не сказать, нужно жить этим. Христос взял мой грех. Так вот это благовестие и было, все заключалось в этом-то. А мы, ну, раз благовестием, что надо и не надо. Пройти в храм там, что, как прогулка по храму Данила Сысоева. Ничего этого не надо при благовестии-то. Это все придет потом. Благодать. Благодать даром данное благо с неба. И они на это и били. Вы грешники. Ну, вообще-то, да, так-то. А как? Не знаю. Нужно доказать, что человек умер, умер окончательно, бесповоротно. И показать, что другой взял грех. Возмездия за грех смерть. Вот в этом просто шатун должен ходить все время. А когда закон был, они взяли закон-то, ну, надо вот это вот исполнять, так мясо там есть такое, да, это там, не удавлено, не ешь и кровь, все на этом. Рот пищи никакого значения не имеет. Так это 11 глава Левида, так сузилось, да, сузилось. Так у них было, не пей крови. Ну, да. И у нас это, да зачем брать-то оттуда, это из закона взято, из Ветхого Завета. А у них было, не ешьте с кровью, удавлено. Было. И они взяли, а остальное отбросили. А если исполняешь одно, сополняешь. Церковь так никогда не рассуждала. Вот церковь, вот дальше я прочитал как раз. И это нужно понять, почему отпали. Потому что другое все загромоздило. Вот эти сейчас человек, посты нужны. Но на них такое внимание сделали, что не постится человек, значит и вера никакой. Да вообще-то там примерно так и есть. Но если ты постишься, исполняешь, это костыли нам даны, чтобы мы не упали. Я по-другому не назову. Ну, не было таких постов в апостольских временах. Но мы ослабевшие нуждаемся в этом. Хотя бы нас как-то поддержать. Да ты, хвати через этот пост дальше. Вот вчера был Николин день. Вот теперь до Христова Рождества только в субботу и воскресенье рыба разрешается. По большому уставу. А в календарях разные-разные уставы пишут. Нам необходимо это. Очень. Но это не главное, не 25-е, а много дальше. И мы его тащим. Нет, мину не оставлять того и того, Христос говорит, делать-то. Вы милость и закон оставили-то. А этот-то не сказал, что не нужна десятина и прочее-то. Вы это соблюдаете, но и то не забывайте. Вот это такое положение, шаткое, нужно его сделать твердым. Да, я христианин, я делом должен находить. Я искупен даром. Благодать во мне только благодатью спасен. Но дела мои, которые есть, они показывают живую веру. Мертвая вера не спасает. Делами не спасается. Делами мы подтверждаем, что мы живые христиане. И вот это нужно показать. Ну, как показать? Ну, жизнью люди увидят, горы с на вершиной горы не скроются. Чуть дальше мы будем читать шестым стихом о вере, действующей любовью. Как раз вот, братья, кто будет рассуждать, подумаем сейчас об этом. Мы вот сейчас пятый стих прочитаем. Вот как раз то, что сейчас сказано о том, что вера, действующая любовью, должна быть. Не просто вера мертвая, о которой пишет апостол Иоакад. А вера, действующая любовью. Это чуть попозже. Пятый стих. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Толкование. Мы, говорит он, верующие не в законе, но в духе святом надеемся получить оправдание. А каким образом? Верой. Итак, должно подчиниться водительству веры. Потом, на этим святаго духа, получить прощение грехов и удостоиться оправдания в крещении. Через веру. Я хотел спросить, мы замечаем, когда у нас гости, не члены нашей общины Потеряевской, Варнаульской? Или не замечаем? Замечаем. Ну, замечаем. А к апостолу Павлу, когда он зашел, к нему подошли иудеи, говорят, брат, у вас есть слово сказать? А они видят на скамейке сидит новый человек. У нас сегодня человек, гость, на один день только приехал. Почему мы его не спрашиваем? У него слово есть к нам, что сказать, поучение? У Михаила он поднимает руку. Слово сказать, проповедь. А, проповедь. Это же мы не в храме. Вот она сидит, сестра рядом. Ее спросить. Да. Гости у нас какие? Ну, которые не постоянно. Анатолий, это он часто бывает. Может, слово есть какое? Нет? Да нет. Ну, ты иной в виду, что можешь сказать. И скажи, не подыгрывай нам. Скажи, что там у себя в храме слышишь. Твердо, щетко, обречи нас. Мы ищем учителя и строгих. Давай, Игорь, попроси двух человек новое. Имеют слово сказать? Михаил, брат. Слово. Ну, я могу сказать только, что по вере. Не по своим делам, а по вере. То есть, свобода это, вот как ты и говорил, что это вера. На первом месте вера должна быть. И вера это, и не по своим делам правильности добиваться. Не своими делами. А благодатью Божией. То есть, уверовал. И, как Игнат Тихонович говорит, что это. Дела показывают нашу эту веру. Действительно ли она, это жизненная и действенная. То есть, свобода, она, законы надо, нужны. Но не терять свободу. Не привязываться к этому земному. То есть, мы привяжемся там, можем к своим преданиям. Что мы любим обычно? Привяжемся к этому всему. И забудем о том, что это. И начинаем искать праведность в своих делах. То есть, это свои дела. Начинаем подвиги брать на себя, допустим. Как вот в монашестве было подвиги. Люди брали на себя. Что, вот я буду поститься столько лет, дней, ночей. И я, может, чего-то добьюсь. Страсти, которые страсти во мне кипят, они... Ну, я их смогу победить. Но это не так. Это Бог дает свободу. И Бог дает свободу. Не потому, что ты будешь там упорно поститься, там, умиршлять свою плоть и так далее, и так далее. А если ты поймешь, что ты ничто, что ты это пустое место. Ты не свободен, ты раб греха. И ты не можешь освободиться от этого рабства, пока тебя Господь не освободит. И вот, когда Христос пришел, Он как раз это и дает эту свободу. Но свобода по вере. Ты веруешь. И закон уже не дает этой свободы. Вы же сами понимаете. А из рабства греха можно выйти только таким образом. По благодати Божией, по вере. И понять, что ты раб. Ты мертвый. То есть, грех тебя умертвил. Ты не можешь воскреснуть, если тебя Господь не воскресит. И когда это осознание приходит, тогда Господь открывает тебе путь, как тебе выйти. Он даже тебя освобождает. И ты в самом себе чувствуешь это, понимаешь, что вчера страсти в тебе кипели, а сегодня их нет. Как так? А вот так и бывает. Вопрос тебе к тебе. Вопрос, брат. Вот человек видит верующих. Ну, как живут. Ему нравится. Говорит, но у меня веры нету. Как ему приобрести эту веру? Вот он... Ему нравится верующий. Ему нравится общество. Он среди них даже работают такие. Многие люди работают. Нам приходилось работать. Все хорошо делаете. Ну, а лично у него веры нет. Как его заинтересовать или как? Как ему приобрести эту веру? Что ему сказать можно? Посоветовать? Я таких людей встречал, что они говорят, вот, вы христиане, там это хорошо у вас получается. Ну, по Библии, там это, вот, Христос у вас такой хороший, учитель. Ну, я, говорит, это... Хочу жить. Я, говорит, я хочу быть свободным. То есть, меня как бы заставляют выбирать, что ты вот это вот... Иди за Христом, или там, иди туда. А я хочу, как хочу жить. И бесполезно ему ничего я не мог доказать. Абсолютно. То есть, я не то, что доказать ему... Единственная надежда, что я молиться за него и думать, что когда-нибудь Господь его приведет к этой вере. Что он когда-нибудь увидит этот пример и поймет, что это. Куда, что надо делать. Володя, Вадим. Я вспомнил место Писания, как человеку вообще дать веру. Римлянам 10-го власти у нас стих. Итак, первое слышание, а слышание от Слова Божия. То есть, этому человеку надо засвидеть согласно Слову Божию. А там уж перед ним встает выбор. У меня такие люди встречались. Вот даже вот сестра Нина о своем муже говорил, муж мне говорил, что я бы хотел иметь веру, но у меня нет этой веры. Видишь, тут уже от него зависит. Раз сестра ему свидетельствует, он просто не принял это все, он противился Божию постановлю. То есть, надо осознать же свое ничтожество, вот как Бород говорил сейчас. Первое ступень, что отверни себя, то есть, ты должен покаять в своих грехах, осознание этого греха должно для тебя дойти еще. Покаяться перед Богом. И потом Господь, эта вера будет в тебе только приумножаться, переходя от веры в веру. А если он тебе скажет, я ничего плохого не делаю, ну вот вы там, я не фанатично верую там, как вы, такое я слышал. Ну я никого не обижаю, не ворую, не краду. То есть, перечисляет практически все заповеди закона Моисеева. Вот. Все хорошо у меня. Но в церковь скажу, свечку поставлю, никого не обижу, милосту не подам. И что ему сказать? Что он плохо живет? Он никому не... Я не лихаю. Да. Я хотела вот эту тоже мысль сказать, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Слово Божие трудится, когда его говоришь. Но вот тем людям, которые говорят о свободе, то надо, я думаю так, что надо сначала-то выяснить, а что он считает за свободу-то? Какая свобода? И в чем он ее видит? Апостол Павел говорит, что если вы, мы служили греху, то теперь, это кажется 8.14, служим праведности. То теперь мы служим в праведности. Вот это вот, и рабы мы теперь праведности. Он даже называет, если мы были рабами грехами, то здесь прозвучало слово. Я один раз такое вот встретила, что он называет рабы праведности. Удивительное выражение. Вот это любишь, кто любит свободу, так вот смотря какую свободу, праведную или раб греху. Я тут миссионерский вопрос. Такие люди встречаются. Он говорит, я хочу. Я с ним разговариваю. Разговор один раз только будет. После первого, второго, отвращайся. Ты веришь, что будет страшно? Вот с чего надо начинать? Начало мудрости, страх Господень. Ты, притча Соломона, 1.7 долбить, страх. Ты имеешь страх? А что бояться? Страха никакого нет. Ну вот умрешь, и огонь. Давай, ты куришь, да? Ну зажигай спичку, подержи палец маленько. А что, я дурак, что ли? Да ты внутри все время огонь разжигаешь, что уже там целая пучка дураков-то. Ну, да нет, умрем все. Однажды лежит умереть, а потом в суд. Я начинаю все время на это. Чтобы появилась вера, что просто я жил, и ничего нигде нет, тогда справедливости никакой нет. Златоуст говорит, если видно, что на земле несправедливость, а багаж до конца торжествует, это говорит, будет где-то в другом месте справедливость, Бог справедливый. Значит, это говорит о том, что должен быть суд, и суд этот придет. Есть Божий суд на перстнике разврата. И когда вот с этого начинаешь, и он не принимает, а я не верю в это, все закрыто. Он не написан на небе. Его нету. Отойди. А тебе ничего не сделать. Вокруг Христа такие были, вокруг апостола. Вот представь себе, на нас гонят, допустим, на меня. Ну, как гонят? Ну, разговор один, я за ней молюсь день и ночь. Представь, сорок человек, а ты хотел бы Павла убить? Какое зло он не наделал. Вы услыхали, он послание к Риму написал-то, что евреи не на первом месте. Да ты что, да? Не знал я. Ну, а ты готов с собой пожертвовать, подорвать себя, чтобы около него там, когда пропадают, да? А ты, и ты. Сколько? И, наконец, набралось 40 человек. Вот сейчас Рамзан Кадыров этих обнаружил, и сказали, о, хотели убить, покушение на него. И всех их вызвали, поймали, обезвредили и посадили. И вот он их выводит на площадь, такого я никогда не видел. Это необыкновенной смелости человек. Такого, кажется, в государстве у нас нет больше. Запомните, в Чечне глава, он умница такой. Меня мусульмане за это убьют, что я так говорю, они его готовят. Вот они сидят там, в мечеть пришли, в подвале, и там в подвале беседуют между собой, как убить его. А среди них, как раз, оказался один, который все это ему рассказал. И вот он теперь их на площадь не вешать, не казнить, но собрал их родителей, у кого-то матери нет, у кого-то отца, и с каждым отдельно разговаривает. И каждому подходит и говорит, скажи, за что ты меня хотел убить? Ну вот государство, вот я стал когда президентом, вы понимаете, что в Чечне было, все развал, сейчас дороги построены, здания построены, люди вернулись, свет есть, газ есть, в магазинах все есть. Что не так? Продался Путину, как я продался? Это наш президент, мы в Российской Федерации, он так умно отвечает. И какое бы дело он ни делал, везде всего его снимают, снимают и снимают. Самое маленькое дело, школьники подрались, он уже в школе, и делает разборку между учениками. Да кто это когда видел-то? А ему был президент, он президент Чеченской Республики, он подал прошение, верховный там к совету, ну, совет федерации, чтобы или кто там решает. Уберите это, президент один, мы главы администрации, и сделали так. Что за президент-то? Обесценили это имя-то где-то. И вот он им всем рассказывает. А ты, ты дольше всех лгал, один стоит там с корчужицей, а я только глянул на его, и братьям говорю, вот этому я бы никогда на них поверил. Ты, гляжу, он так и говорит. Ты дольше всех лгал, и вас был, это уже тоже приговоренный может быть. Я свел вас, и он говорит, ты говорил, вот сидел около котла, ты оперся, когда на берку-то так говорил, так, что ты крутишься-то? И вы идете туда, теперь меня убить, а теперь явиться хорошему там к игилу поедет. Ну, что дальше-то будет? Посмотрите дальше-то. меня нет, дальше-то борьба, что-то такое будет-то. И он разбирает до конца, стоит отец, слезы утирает. Да сын, да разве я тебе этому учил? Кем ты работаешь? Учитель физики, математики. Тебе отец один без матери выучил, какой отличник. А другой стоит, вот такой вот, как наш Игорь, высокий рост. Ну, ты же борец, настоящий тренером мог быть. Убить меня за что? Но самое-то главное, когда заканчивает, он с ними, со всеми разобрался. Так, вы когда сидели здесь, вы же мусульмане, и я мусульманин. Скажите, вам есть давали? Давали. Пить давали? Да. Вас хоть как-то пытали, били? Нет. А от ислама вам давали? Пытали, чтобы бросили? Нет. Вас водили где-то в мечеть молиться? Да, водили. Да кого-то заключенных так держит-то. Держит, кто так их держит-то. И он их всех простил. Он христианин настоящий. Он простил их и отпустил. Невероятнейшая вещь. Да кто, когда отпустит своего противника, ты посчитай, кого? Саул отпустил бы. Да Давид их, который... Соломон только одно замечание за Адония братом, немедленно ему сразу снес голову. Маршалу Яву подвел черту. Он когда задал вопрос этим, которые хотели убить, он говорит, а вы как бы поступили на мой месте? Они говорят, мы бы сразу тебя убили бы. Если бы он был... Они бы были президентом, он бы так заговор сделал. Он христианин по внутреннему миру, как отец Дмитрий Смирнов говорит. Его слушать нельзя без переживаний. Самое маленькое где-то говорят, где-то. И тоже смотришь, он метлу взял, и с сборничьихой ходит, метет, и все разговаривает, и где-то. А что на машине? Сел на велосипед и гонит по улицам, а за ним охрана не успевает. А он обернется, смеется и наворачивает. Ну какой президент по улицам города на велике, чтобы как-то гонял-то? Говорят, тонированные стекла там не убирает. Да как не убирает? Указ был. За ним видно было. Тут же пуражку ДСП нацепил, за руль и пошел. Ага, вот он где. Так, а ну зови его. Тот идет такой, да я тоже, да что вы? Рамзан Ахматович. Ну что, Рамзан Ахматович-то? Ты нарушитель-то. Зачем ты это делаешь? Ну мы же чеченцы, мы хотим добро. Ну зачем ты? Понимаете, это пробирают. Президент сидит за рулем в фражке милиционера и добивается. Учитель взял взятку. Учительница сказала, там может быть пристроить ученика, там я не понял, что-то. И вот он туда идет, и идет уже с милицией. И договаривали. И видно, как он долго его выдавливает и наконец соглашается. Ты знал, что это преступление? Знаешь, арестовать его. И тут же арестовали, готово дело. Вот президент какой. И при том, каждый день новые и новые ролики выставляет, где он. И все его фотографируют, как собрание идет, как беседует. Самое трудное было, чтобы жена его дала интервью. Она одета, как вы, все одинаково так. У него 6 дочерей, 3 сына. И интервью надоет, где-то в другой комнате, кажется, все, только один раз за столом. У нас не положено, закроется. Никогда не давал, а так глазом один глядит, дождясь. Мне так неудобно. И как он с ней познакомился, ну как? Он только один раз заметил, она одна, девчата, оторвалась, на повороте лестничная площадка. Он, наверное, оказался рядом. И я ей сказал, ты моя будешь, ты мне нравишься. И скорее отскочил, чтобы не видели. Он угла, забора не обтирает с ней. Сказала, она поняла. Какие-то цветы, Эдельвейс, в горах там не достанешь. Пока он карабхается, для любимой достать эти цветы. Да ты разбился бы, а цветы достал. Понимаешь, и каждое слово у него на месте. А эти-то, которые, шайтан это, воюют, это одно слово только. Пусть они явятся сюда. Ну, я думаю, здесь обстановка меняется. Ну, вот, он мусульманин. Ну, хорошее же дело-то. Мы включили его в молитву. Сейчас мы Ордогане молимся о турецком президенте. Молитесь за царей, написано. Прибое повеление. Ну, почему не молитесь это за Обаму? Да он антихрист. Доказано, что он антихрист был. Ну, что будешь говорить. А мы молимся за барака, чтобы этих бараков у нас не настроил, не посадил нас туда. Ну, живите. Антибараки. Живые. Каждое слово меня прожигает. Я должен участвовать в этом. Должен был. Все. Коснулся, вот он мусульманин. А вы их хвалите, мусульман. Так есть за что хвалить. Ни одного пьяницы. Вот, говорит, как показано бракосочетание было. Везде налита, аксакалы, чай. У нас вино не положено. И нету. И нету. Ну, какая у нас свадьба, когда небо в копеечку? Когда невеста забывает, а кто же жених у нее сегодня? Шестой стих. Сейчас о любви и о вере. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Полкование. Прежде он сказал, что обрезание пагубно. Как же он теперь считает его безразличным? По нашему мнению, он говорит здесь об обрезании, которое предшествовало вере. Он как бы так сказал, для вступивших в Новый Завет нет пользы, если они обрезаны. И нет вреда, если они не обрезаны. Ибо все заключается в вере, действующей любовью. То есть, в вере, которая должна всегда являться деятельной, живой в любви ко Христу. Этим также указывает, что они, хотя и уверовали, но не окрепли в любви ко Христу. И вследствие этого снова уклонились к закону. Или же наставляет их в любви к ближнему. А вместе с тем показывает, что и обольстители их, если бы имели любовь к ним, не дерзнули бы делать это. Итак, научись, что вера становится деятельной посредством любви. То есть, является живой, а не имеющая любви бездейственно. Подобно сказанному, вера без дел мертва. Иакова 11-й главе 17-й стих. Над всеми постановлениями, даже над правилами, стоит вера. То есть, человек, который живет в вере в Бога, абсолютно преданному, живет в Духе Святом, он даже может не знать каких-то запретов, он просто не будет этого делать и все. потому что он уже в Духе Святом, он поднялся. У кого есть рассуждения на этот счет? Нина Александровна. Игорь, вот вы слышите, что он сказал, а проверните его, или это принять надо так, чтобы вмонтировалось? Может, не знать, но в Духе Святом. Это очень высокий его слог. В Духе Святом. Не знаю даже, я Евангелие забыл, а Дух Святой подсказал мне. В Духе Святом жить. Дух Святой научает и наставляет. И как надо быть внимательным. Кто-то говорит другое, а может, в нем Дух Божий говорит. Не опровергать, а принять. Такие слова слышим, говорим, и даже некоторые дремлют. Можно вопрос? Хотел сказать, что тут как раз про дела сказано и про любовь. Так вот, нас спасают в конечном итоге все равно не дела, а кровь Иисуса Христа. Которую пролил он за нас. И вот вера во все это. В этом любовь Христа. И как раз об этом была проповедь. Но он, говорит, показал не только любовью, но и делом. А делом каким? То, что преподал нам причастие. Вот то, что сегодня как раз братья многие принимали. Ганя. И еще сегодня Игнать, это батюшка даже подчеркнул то слово, что в совокупности любовь. Она в совокупности. Галя. У меня такой вот параллельный сказать вопрос вот тому, что Игорь сказал вера и он может не иметь веру, но добрый, как это? Я сказал, что можно что-то забыть, не знать из закона, но имея в себе Дух Святой он все равно будет выполнять. Да. Вот у меня такой вопрос. Вот Игорь коснулся тех людей, которые неверующие, но делают добрые поступки. Вот вопрос в том, может человек быть неверующим, но имеет страх Божий, который его обличает вот в каких-то дурных поступках. Поскольку, я говорю поступках, не в грехах, поскольку понятия греха он не имеет. Ответ. Нина Александровна. Считаю, что да, может, потому что этот человек похож, что он... Вы конкретизируете. Может иметь страх Божий? Может иметь на первой ступени, когда призывающие. То есть он не верит, но он может иметь страх Божий. Вот я конкретизирую. Он еще не родился свыше, у него еще нет водимости Духом Святым. Нет этого. Но когда Дух есть призывающий, то да, где-то совесть подсказывает, ведь первичная все же совесть. Совесть или страх Божий? Совесть или страх Божий? Давайте уточним. Как это вот разделить, что совесть и страх Божий? Я не знаю, не могу сейчас вот так сходу с налету сказать, но я считаю, что вот на первой ступеньке призывающие, это по благодати Божьей, это может быть такое. По благодати Божьей. Она действует на первой ступеньке призывающей. Да, действует. А на ступеньке обращающей действует? Да, действует. Но сектанты же они практически все вот на этих ступенях, они дошли только до третьей вот освещающей. Поэтому да, это возможно. Это возможно при условии, что страх Божий и совесть это в одном лице. Кто хочет нам разделить или объединить это два понятия? Страх Божий в сердце может быть, если ты даже в Бога не веришь? Или это совесть? А является ли совесть отголоском страха Божия? Кто вот на этот вопрос ответит, тогда мы ответим уже и Галине. Но тогда нужно еще ответить на вопрос, что есть страх Божий? Да. Что есть совесть? И тогда будет понятно, одно целое это или нет. Страх Божий как он? Михаил говорит прям внятно, четко, громко. Ну и вера. Страх Божий это у неверующих человек какой может быть страх Божий? Он не знает будущее, он боится смерти и не знает, что такое смерть. Он просто страшится. У него страх, ужас появляется, а веры-то нету. И страха Божия у него никак не может быть. У неверующего. То есть страх Божий предполагает все-таки веру в Бога? Да. Уже и значит... А совесть, она есть. А Галина сказала, что он неверующий, то есть он не знает Бога? У неверующего есть совесть. Совесть является ли отголоском страха Божия или частью страха Божия? Или это просто действие духа? Он Бог не знает, он не знает, то у него нету страха Божия. Нету страха. Вот все, ты сказал, что нет страха Божия, но совести есть у этого человека. Ну совесть, да. У коммунистов даже есть совесть. Да, дико, тут тонкие моменты, вы извините. Вот, они никак не могут. Страх Божий и страх животных. Они боятся смерти, боятся попасть в аварию, боятся заболеть. Это страх животного. Да. А страх Божий он перешагивает через эту жизнь. О чем говорит Игнатий Бринчанинов. Если ты говоришь, я верю, верю в Христос, за меня умер, его спроси, пережил ли он страх ада, что он в гиене оказался, в гиене прямо. Нет. Не обманывай себя, начни сначала, пока не поздно. Почему Пимин Великий говорит, ум держи в аде, в аде держи, что я там буду, я. Где сатана будет, там я буду. И тогда ты поймешь, нужно избавиться, избавиться только вот так. И вернусь впереди. Вот ты что говоришь, страх Божий. Страх Божий, совесть неразрывно связаны. И чем совестливее человек, тем больше страх Божий. Он больше ощущает, сделано не так, и понимает, за все он лишится благодати и присутствия Божия. Он просто угнетен, когда начинает уверовать. Но тут вопрос другой. И вопрос непростой. Человек делает что-то. Ну я, допустим, вот касаюсь то, что на меня нападает, которые самые близкие такие, я за них молюсь. Молюсь и говорю, прости Господи. Потом он опомнился вдруг, молитву прошибла наконец. Ой, а я не знал. Но ты же священник был, да. И ты в алтаре был это время, вот ты три года против меня враждовал, всякие клеветы собирал. Сам придумал даже. Он у нас тут ходил, священник этот, ходил. Фамилию можно не называть или назвать. Отсидел он даже срок. Из Московской патриархии. Ну и что дальше-то? Самое главное-то дальше. Ты знал, что это нет? Что-то знал, что... Не знал. Ну ты же в алтаре стоял, руки поднимал. Почему Дух Божий тебе это не подсказал? Ну у меня информации было недостаточно. Но информация о том, как открыть атом, расщепить его, тут понятно. Ну а то, что ты говорил о человеке, когда там ничего этого не было. И ты молился в это время, простирался, и ни разу за три года Бог тебя не обличил. Тебе это ни о чем не говорит. Да я не знал, я это понял. Ты не знал. Но Бог знал или нет? Знал. Почему, если он в дружеских отношениях с Богом, почему он тебе не сказал на молитве? Что-то не так. Вот диакон служит вместе со священником. И вдруг, ну там что-то, я не знаю, эти алтарные дела-то. И заспорили. Диакон говорит, надо вот за этим выходом вот так делать. А священник говорит, нет, сначала вот так, а потом это. Ну а как? А священник, угодный был Богу, и он видел ангела во время служения. И он ну нас только осмелел и говорит сам себе, вот как только явится ангел, то я поклонюсь ему и скажу, скажи, кто из нас прав? Ну диакон, он восстает против, но они же меня саны, мы меньше знают, я уже академию окончил, а он в семинаре на втором курсе только. Ну ангел, за что он туда упал? Отскажи ангел, а то мы спорили тут сколько, прямо не знаю, диакон упорный такой. Кто прав? Он говорит, диакон прав. Диакон прав. А почему же ты мне прислужил, я тебе не прислужил, я Богу служитель. И все, рассыпалось. Он, во-первых, уверовал, что он старше, у него знания больше, и он теперь имеет право сказать, и он тогда уже, диакон пришел, опять же диакон, прости, ты-то прав оказался. Ну ладно, да забыть, да наплевать, да только дело-то. Это не так и важно. Решение шло в ходе-выходе. Ты не знал, но ангел знал, Бог знал, почему у тебя нет живой связи с Богом. Вот я корень-то всего. Я не раз с такими людьми не встречался. А я не знала. Согласен. Но ты молилась в это время, когда не знала. А в это время язык твой дома не ночевал. Он рассказывал по улице, как Соломон говорит везде. Все, она дома не сидит, агитирует ногами. Ну а если ты знал, что Бог есть, и ты молился, и ни разу Бог тебе на сердце не положил, что ты не прав. Ведь это же прямое свидетельство того, что ты мертв, ты покинут Богом. Начинай плакать. У тебя нет связи с Богом. Ты понимаешь, что это такое? Мать потеряла, допустим, сына или мужа, и вдруг сказали, он где-то живой. Какой вон не его, вот есть такой вечный зов в фильм, когда она увидела этот Косян ее там, Кирьян, какой, как она и за ним гонялась-гонялась, он без ноги на тележке катается по прошанище, домой боится ехать. Она баба такая. И она тогда всем говорит, я же такая стерва была, такая стерва, что же мужиком там путалось, а другое. И когда она догоняет его там на коляске-то, и вот он как с морщица заплакал, самый сильный момент, это надо артисту так рожу состроить. На него смотришь, из тебя слежа выжимает. И она упала, он на тележке-то без ноги-то, и она выпрашивает у нее прощение-то, и он, наконец, ее прощает. И какая у него физиономия, и как он плачет. Ни один иностранный артист так не сыграет, как у нас. У нас же и вся страна артисты. Друг друга обманывают, президент людей, люди и президента. Батюшка обманывает, батюшка нас. Галя, вопрос тебе. Ты получила ответ на свой вопрос? Или формулируй, что ты поняла? Я поняла то, что, значит, у неверующего человека, раз есть совесть, значит, через него все равно он слышит голос Божий. И что, ну, может, не во всем он принимает этот голос Божий, но раз он совестливый, то некоторые вещи, он, конечно, прислушивается к своей совести и к тому, что звучит в ней. то есть страх. Это не страх. Ну, все понятно. Иди дальше, дальше уже начинаешь запутывать нас. Седьмой стих пятой главы. Вы шли хорошо, кто восстановил вас, чтобы вы не покорялись истине. Это не вопрос, толкование, это не вопрос, осетование. Он говорит, вы достигли совершенства, но что случилось? Кто это возымел такую силу, что воспрепятствовал вам покориться не евангельской истине, а отмененному закону? Но. Следующий, дальше. Во взаимосвязи, восьмой стих. Такое убеждение, не от призывающего вас. Он сам отвечает на эти вопросы. То есть, это внимание к обольстителям не от Христа, ведь не на то призвал он вас, Бог, чтобы вы внимали тем, которые склоняют в иудейство. Девятый стих. Малая закваска, я смотрю, никто не поднимает. Я подниму, скажу. Вот когда это читаете, я вижу так, наша община, и как ее соблазняют кто-то другие, которые люди ушли. Именно в этом есть. Они ничего не могут предложить. Кто соблазнил вас? Зачем вы пошли? И теперь что? А нам там, батюшка, все это разрешают делать. Теперь мы, я не пощусь, мне разрешают. Ну что, Лидия Павловна у нас была, а батюшка сказал, что я, она ему и сказала как раз. Вот в чем дело-то. То есть все разрешим, и мы всех спасем, а вы только отдельных, гордых людей. Ну, великий импизитор достается. Он об этом и говорит. Кто соблазнил вас? Кто прессил вас не покорять всей истины? То, что у нас было открыто, сколько занятий. Ну, не то, что я тут имею отношение, просто скажу, нету больше, нигде нет. Даже самые близкие мне люди, которые занимаются, занимаются, идут, все, у них нет этого. Вот такой свободы во Христе, как мы, и на него сейчас все силы ада поднимаются, отнять эту свободу. Никогда не уступим свободе своей во Христе. Это значит, совесть должна быть сожженная. Никогда не будет. Только усилььте молитву. За всех, кто пытается нас навести, вот это то, что написано в этом стихе. Я в руку не поднимаете. То есть, вы не понимаете ситуации. Выходит так, вы столько получили благодати, такую свободу имеете, которую дал нам Бог. Нельзя так подстроить все, чтобы такую свободу в стране Бог дал, чтобы пришел пьяный этот президент и в то же время никого не трогает. Понимаете, как это здорово все у нас получилось. Распродали государство, ничего нет, по миру пошли, а сами свободные. Это надо все так придумать. Так ничего не доходит, скажите, свобода. Американцы живут лучше, то другое, а у русских одно, а мы зато духовнее. Чего-то ли, трехэтажная мата умеет потереть, я не знаю даже. А у них этого мата не в одной стране нету. Нету. Вот возьмите немцы, они не вижу. А что такое? Да разрозли тебе гром и молния. Но это не то, что у нас, он на мать посягает. Он как, в которой, там штрафбат-то. Он заругался, а грузин услышал, ты мою мать, он разворачивается офицеру. И уже живой, но не видит за это. Да это матерок-то, какой матерок? Я сейчас слышал, что это мою мать. Да как ты смел к моей матери подойти? Он на полном серьезе начинает разбирать, что за крещеное матерки. Да мы окружены вот этим бессмысленным, злым. И кто у вас туда опять потянул-то в эту клавку, в этот маразм, чтобы бросить тут свободу, которую у нас имеете? Я вот так понимаю. Живо и действенно слово, оно заговорило во мне. И любое слово я применяю здесь, и снова Аллилуйя. Мы имеем свободу невиданную. Свобода совести. Самый страшный дар Божий, уподавляющий Богу. Еще какие реплики, замечания, вопросы, ответы. Переходим. Девень. До часу 10 минут еще. До часу? 17 минут еще. Считай скорее еще. Малая закваска заквашивает все тесто. Толкование. Чтобы не сказали, зачем так сильно упрекаешь нас? И только одну заповедь мы нарушили. И преувеличиваешь нашу вину. Он говорит, что это, казалось бы, ничтожное обстоятельство наносит существенный вред. Ибо, как закваска хотя бы и малая, сама собой заквашивает и изменяет все тесто. Так и обрекание, хотя составляет одну только заповедь, вовлекает вас в иудейство во всей его полноте. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Толкование. Полагаюсь, говорит он, на вас, потому что я знаю своих учеников, знаю способность вашу к исправлению. Итак, я надеюсь, что вы можете исправиться. Надеюсь также и на Господа, который не желает гибели какого бы ни было человека. Таким образом, он побуждает их употребить и собственные усилия, и надеяться на Господа. Ибо иначе невозможно получить что-нибудь от Бога, если вы не приложите, говорит он, собственного усердия. Хотя вы, исправитесь, но обостившие вас вследствие этого не освободятся от наказания. Но подвергнутся суду, как бы великими, какими бы великими и достойными верой они не казались. Ибо это значит слова. Кто бы он ни был, а говорит это с тем, чтобы и другие не поверили им. Послал Павел высказывает надежду на исправление. То есть, у них было это учение, влияние, но он высказывает надежду. Игнатик, на прошлом занятии сказал, что нет свидетельств о том, каков результат этого послания, обратились они или не обратились они к этому. То есть, тут непонятно, да? Но он высказывает надежду. Я хотел еще к предыдущему стиху обратиться и сказать, что вопрос-то заданное. Вроде как, это что-то такое незначительное, но это незначительное, как оно незначительное. Если мы вспомним Ветхий Завет, то это незначительное привело к тому, что отец был очень расстроен своими сыновьями, которые совершили страшное преступление, когда сыновья Якова начали, уже оперились, стали взрослыми, и они путешествовали и пришли в Сихием. Город такой. И там у них была дочь Дина, и они ее обесчестили, был такой там Сихиемский князь молодой. Ну и когда они пришли разбираться, то сказали, он говорит, да он, говорит, полюбил же вашу дочь. Давайте, говорит, чтобы мы одним народом стали, сделаем, что вы захотите. Они говорят, ну давайте обрезывайтесь всем народом, все мужчины, и все. И тогда мы все объединимся и будем одним племенем. Господь строго заповедал ни с кем не совмещаться, только между собой иметь связи брачные. Это закон был такой, это знали они. Поэтому они пошли на это, отец пошел, сказал, ладно, хорошо. И когда они обрезались, то они напали и всех перебили, уже обрезанных, хоть и слабых. То есть обрезание, это была очень важная часть закона иудейского тогда. И еще вспомним, когда Моисей повел своих детей навстречу, вернее, мать повела своих детей навстречу с Моисеем, двоих, Симфора. И на пути встретился ангел Господень, и говорит, за то, что они не обрезаны, они сейчас будут убиты. И она успела, говорит, обрезать их крайние плоти, бросила и говорит, ты жених крови по обрезанию. Так что в Моисея не было бы детей, если бы не обрезание. Но и многое другое. Сам Господь был принесен в храм на обрезание. Так что таким примером можно было легко человека обратить от одного учения к другому. То есть малая закваска заквашивает все тесто. Малое, да. Говорите? Все. Одиннадцатый стих. А надежды смущающие вас? Нет. Не смущающие. Наоборот. Мне нравится этот вопрос. Вопрос какой? А вы где надежды? Ты же прочитал вот это вот? А, надежды на исправление? Да, это толкование говорит, что я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе. Он уверен. Слово «я уверен», он показывает надежду на их исправление. Игорь, ты сказал, там вопрос стоит не вопросом. Это так. Но в Библии ставятся вопросы, на которые никто не может ответить. Вот один вопрос такой. Время начать суду с Дома Божия. Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Вопрос. Почему ответа нет? Уста закрыты от страха. Праведник едва спасается. Едва. Милосердием, кровью Христовой. Едва. А тот, который ничего этого не делает, где он появится? Где он на суде Божьем будет, когда через Огненную реку пройдет? Когда уже доказано больше, что он как головня выйдет оттуда? И где он будет? Ну, понятно, где будет. А теперь-то, видимо, на этом стихе уже давит Господь на совесть. Ну, и кто первый осудит ее? Все камни свои опустили? Я-то в какое число вхожу? И вот сегодня я говорил о Парфене, когда он умирал Боровской. Вот это у него было. Там все по-другому, чем у нас здесь. Великий страшный день наступил. Мы молимся об этом каждый день. Ангелу Хранителю, Ангел Хранителю, не покинь меня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. Какой день будет? Когда вся вот эта жизнь, это время экзамена пройдено и пройдено неправильно. И какие были увлечения, они не нужны. Ничего, ничего не надо, ничего не надо, ни скотина, ни жена, ни дети, как будто их никогда не было. Один ты, один голый как перс, и ты перед Богом. Вот это надо сегодня, это страх Божий, пережить. Пережить, и тогда уста закрыты на все остальное. Ты будешь ценить больше всего свободу во Христе. Люди, которые связаны должностью какой-то, они боятся потерять ее, независимо, духовный там, папа, патриарх, все боятся, но ты должен быть свободным от всего. Господи, дай мне эту свободу, молитесь об этом. Я вижу некоторые рабы, рабы просто обстановки своей, научения такого, перешаги через это. Говори, Господи, слушай, ты слышишь, раб твой. Мы когда молимся, говорю, почему? Я слышу, то есть я воплощу это в жизни, что совесть подскажет. Я считал о совести так много, но у меня есть свои наработки. Я отвечаю, совесть, это тот участок души, участок, не душа, через который слышится голос Божий. Это такой афоризм, это он личный. Я путем опыта достиг этого. Участок души. Он у меня, есть люди сожженные в совести. Вот это вопрос, который не отвечен. Где я, я к этому прилагаю. Нужно научиться понимать, почему нет ответа. Ужас сковал уста. Почему, когда сын пришел, он говорит ему, я приду и скажу отцу. отец, прости меня, я не достоин называться сыном. А когда пришел, эти слова-то уже не говорит. Он сказал, а дальше нету слов-то этих-то, которые он уже там запомнил, заучил. Я приду, к отцу, отец вышел, побежал навстречу. Он говорит и сверх с тем, что он хотел сказать, и что сказал, не сходится. Вот это значит исследовать. И считает, почему, что отец закрыл его уста поцелуем. Он не дал ему договорить. Сын мой, какая радость, да закалите лучшего тельца. Вот он детей. А активных участников было 8. Ну, примерно так, 35%. Я хотел бы, чтобы было их 100%. На следующее занятие постарайтесь подготовиться, почитайте, вопросы заранее подготовьте. И тогда, когда будем читать уже текст, мы будем активнее работать. Кто за это предложение, чтобы подготовиться получше? Сидели больше половины и молчали. Было такое или не было? Да. Так что, братья, молимся. Есть над чем работать. Аминь. Надо молиться. Ольга, жёстко. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Благодарим Тебя за прошедшие занятия, за вразумления, которые Ты даруешь нам по слову Твоему в толковании святых отцов. Благослови все исполнить написанное и донести до людей других слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Милосердный Создатель, мы просим Тебя прими наше моление, воздяние рук как жертву вечерней и благоухания приятной перед престолом благодати Твоей. Боже всемогущий, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, кто молится о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Хвала Тебе. В честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Господи. Слава, Господи. Так, закрывайте книги здесь. Она боится?